В 40-й серии Ферит и Сейран сильно поссорятся из-за того, что Сейран хочет пойти учиться. Но что привело к этому, давайте обсудим сюжет «Зимородка» в этом видео. 38-я серия нас встречает Феритом, который счастлив от того, что в первый послесвадебный завтрак дед оказывает честь и предупреждает, что будет за семейным столом. Ферит эту информацию воспринимает как знак примирения, интерпретирует как положительный посыл и тут же обещает сидящим за столом, что жизнь особняка теперь будет наполнена позитивом и все будет классно. То есть Ферит настроен жить по сценарию деда, который должен был проживать с Сейран после первой свадьбы. Семья, работа, дети. Но Ферита ждал неожиданный сюрприз. Не забывает, в каком ранимом состоянии он находится из-за своей неработающей руки. Дед тут же огорошивает семейку счастливой новостью о появлении в их жизни двух чужаков. Из самого порога влепляет семье нехилую пощечину, представив карханом золотых гостей, дочь Нюкхит и внук Кая, но при этом не удосужившись представить свою семью гостям. И это только первая пощечина. Далее Ферит понимает, что унижения только начались. Это видит даже оптимистка Сейран и наблюдает за публичным унижением и агрессивной местью деда, проявленными в адрес и факат. Ферит тут понимает, что все это не закончится одними унижениями. А следующим ходом будет преднамеренный удар в самое сердце. Замещение новыми пешками, любимками, не только живых, но и усопшего Фуата. И Халис исполняет ожидания Ферита. Неужели этого мало, чтоб ответить деду тем же концом по тому же месту? Ведь это же реальный перебор. И Ферит осознает всю мерзость поступка Халиса, не сдерживает себя. Да может кричит, но отвечает деду его же монетой, пользуясь пешками деда. Будучи оскорблен тем, что дед не удосужился представить Ферита и семью гостям. Он обращается к Кая и с тем же пренебрежением, которое проявил к семье дед. Ферита обращается к фальшивому внуку с требованием встать немедленно. Ничего личного к гостям, к людям села улицы, которые сами с первых минут поняли, что пришли в этот дом, как оружие против семьи, и с легкостью приняли это и даже вступили в эту игру. Многих эти действия Ферита восхищают. А вы что думаете? Напишите. Большую часть первого сезона Ферит сидел в розовых очках и только и делал, что молился на деда и превозносил, прощая ему любое насилие. А сейчас Ферит видит реальность, как есть, незамыленными гордыней и высокомерием глазами, а как есть. Наконец-то Ферит требует считаться с ним, а не ноет и не творит дичь за спиной, согласившись на бредовые решения деда. Наконец-то он не за спиной Халиса, а прям на глазах обращается к бездействующим родителям. И ведь вдохновляет Архана. Да, сложно иметь дело с такой грандиозной личностью и мощью, как Халис. Но самое сложное здесь. Начать этот процесс. Пытаться что-то делать, пусть даже криками и яростью, но показывать деду, что перед ним живые люди, с которыми надо считаться. Что перед ним его семья, а не рабы. Теперь у Ферита появился конкурент, Кая. Парень умный, из порога увидел, какую дичь творит Халис Бей, явно пренебрегая семьей и максимально обостряя ситуацию. Он видит, как мерзко ведет себя дед, унижая при нем женщину, а потом еще и память Фуата. Но Кая все равно на эти новые рожи в силу того, что у него совершенно не было желания приходить в дом человека, которого он винит в бедах бабушки и матери. С первой минуты он не смущен поведением Халиса, а получает удовольствие от всей этой дичи. Он намеренно всем видом подбешивает Карханов, да и проявляет невоспитанность и всячески испытывает домочадцев. Появились такие спойлеры 40-й серии. Сейран и Ферит будут спорить по поводу учебы, Кая будет делать вид, что поддерживает Сейран. Ферит сойдет с ума от ревности, он не позволит ей учиться. Этой проблемой он поделится с физиотерапевтом. Та поддержит Сейран и скажет, чтобы Ферит позволил ей учиться. Сейран сделает большой ход против Ферита, от которого все будут в шоке. В сети бурно обсуждается тема, которую подняли турецкие медиа, посвященную былой химии и отношениям Абэ Сун, которые так и остались в стадии зародыша. Ими также был указан хэштег Абсан, как сигнал новым сценаристам, что они должны снова проложить путь в направлении линии обиденной Суны, ведь эту великую историю любви, за которой так пристально следили зрители, уже нельзя оставлять без внимания. Верные фанаты также не остались в стороне и развернули настоящий митинг комментариев с требованием возродить эту гармоничную пару, которая так долго страдала, но так и не выстрадала свою любовь. Некоторые фанаты были более резки в своих высказываниях, отмечая в них аккаунт нового сценариста Лейлы Услу Атер, обвиняя ее в неуважении к зрителю, а главное к первому сценаристу, Барышу Гюнгеру, который прописал и шаг за шагом приближал пару к большой любви и воссоединению. По утверждению журналистки Бирсен Алтунташ, 39-я серия сериала «Зимородок» оказалась короче, чем предыдущие эпизоды. В связи с расписанием мэрта Рамазана Демира, у которого была запланировала поездка в Париж для съемок в журнале и сотрудничества с известным брендом. В то же время эта ситуация заставила зрителей предположить, что некоторые сцены, которые могли вызвать негативную реакцию, были вырезаны. Но позже стало известно, что вырезанные сцены, представленные во фрагменте, будут показаны в следующих эпизодах. С другой стороны кадры с отдыха, снятые в отеле Ди Мерес в Марморисе и которые будут опубликованы на следующей неделе, также получили высокую оценку зрителей.